А еще у него тактические перчатки. Круть. Тут рука в здании. Похоже, у него травма груди. А еще ему попали в ногу. Он, б***ь, мёрт. У парня выдался пиздец, плохой денёк. Я Патрик, бывший морпех. Я Джейсон, бывший рейдер-морпех. Сегодня мы удовлетворяем ваши желания, ребят. Вы постоянно просите посмотреть нас в Escape from Tarkov. Мы погнали смотреть, а с вас лайки и комменты. Клёвый топор. Так тебе и надо. Ноль реакции. Трудно быть убитым топором на такой дистанции, если у тебя есть пушка. Отличные стоны. Звучит реалистично. Иногда действительно выдают тактические топоры в качестве рукопашного оружия. Я знаю парня, который успешно использовал его в бою. Да иди ты, крутяк. Спускаясь в помещение вниз по лестнице, лучше иметь при себе светошумовую гранату. Топор против дробовика. Отлично. И при этом на открытой местности. Это забавно. В полицейских академиях учат правилу 21 фута. Если твое огнестрельное оружие не подготовлено к бою, и противник ближе, чем в 21 футе от тебя, он может подобраться вплотную быстрее, чем ты достанешь оружие и выстрелишь. Никогда бы не хотел оказаться в таком положении, но мне интересно было бы посмотреть на подобное. Наверняка все-таки можно выбирать снаряжение перед миссией. И не быть всегда чуваком с топором. Да, голый чувак, его топор и задание. А, наконец-то, теперь у него есть дробовик. А еще у него тактические перчатки. Круть. Он нашел дерево потолще для укрытия, это правильно? Да, согласен. У меня вопрос, почему он заряжает оружие только сейчас? Он выстрелил один раз. Да, выстрелил разок и теперь перезаряжается. Кстати, в дробовиках есть интересная фишка. Это их огромное разнообразие типов боеприпасов. Есть с таким разлетом дроби, что стрелку даже не нужно особо прицеливаться. Есть более кучные и так далее. Дробовик – это отличный выбор для защиты своего дома. В любом случае, они подходят для боя на коротких дистанциях. Надо стараться использовать его как можно ближе к противнику. Похоже, это единственное оружие, которое есть у персонажа. В таком случае, я бы действовал точно так же. Тут рука в здании. Эта игра, похоже, немного глючная. Да, но в то же время геймплей затягивает. Мне почему-то напоминает Rust. Мне уже нравится эта игра. Она старается быть более реалистичной. Круто, что игрок действительно должен обдумывать, какие вещи ему надо нести. Да, возможность выбора снаряжения – это здорово. Я хочу сказать, что персонажи в некоторых играх слишком перегружены. Самое важное, о чем всегда нужно помнить – это аккумуляторы, патроны и вода. Конечно, многое зависит от способа заброски на задания. Высадка с вертолетов, передвижение на автотранспорте или пеший марш-бросок по пересеченной местности. Также в составе группы каждый несет немного разное снаряжение в соответствии с его статусом. Он везунчик. Противник мог бы подобраться вообще вплотную и наверняка застрелить игрока, если бы действовал быстрее и немного подвижнее. Ха-ха-ха, слышал его? Мне попали в шею, болит. Наложи жгут себе на шею, да потуже. Не вздумайте делать так, это была шутка. В любом случае, рану нужно обработать. Можно ли тут скрафтить аптечку? Блядь, это одна из тех игр, где куча стены деревьев, преграждающих обзор, но их нельзя взорвать? Ненавижу. Я большой фанат серии Battlefield, именно потому что там можно пробить себе путь через что угодно. На такой местности дробовик не то оружие, которое нужно брать с собой. Дистанция перестрелки может быть выше, чем его дальность стрельбы. Да, но я думаю, что тут просто лутаешься и используешь то, что нашел. Смотри, он подбирает оружие с убитого чувака. Итак, теперь у него АКСУ, уже лучше для открытых пространств. Он в панике. О, смотрите, сколько крови. Да, брызнуло откуда-то из груди. Пурия, на которую вы смотрите, похожая на сыр для бургеров, очень напоминает на грудную печать. Она нужна на случай, если у человека пробитое легкое и действует как клапан, препятствуя выходу воздуха через дыру от пули. Это один из способов подлатать себя в полевых условиях и действительно довольно реалистично. Похоже, у него травма груди, а еще ему попали в ногу и на стене было умопомрачительное количество крови. Он, брызг, мертв. Да, у парня выдался пиздец плохой денек. У меня есть история о том, как мы попали в засаду. Это было в 2004-м. Нас атаковали около сотни плохих парней, нас было всего 23. Они стреляли справа. Мой командир подстрелил парочку из них, но у них был стрелок слева от нас на возвышенности. Он подстрелил моего капитана, попал в область груди. К сожалению, он не выжил. Капитан скончался в эвакуационном вертолете, так и не дождавшись качественной медпомощи. В игре персонаж бежит дальше, но в жизни ты умираешь после попадания в грудь. Практически неважно, каким калибром стрелять. Одно такое попадание, и ты, скорее всего, труп. Невероятно трудно помочь прямо во время боя под пулями. Если медик сразу же не начнет латать тебя, это плохо кончится. Я не могу назвать себя геймером в полной мере этого слова. Мне понравилась графика, движение персонажа, тактические возможности. Тут гораздо меньше невероятной хуи, которой хватает в других играх, так что... Моё мнение, игра, похоже, отличная. Я фанат подобных игр, мне нравится, когда разработчики делают ставку на реализм. Особенно акценты на выживание и крафтинг. Я ставлю этой игре один канцелярский выстрел. Два канцелярских выстрела. Два канцелярских выстрела, да. Нас передислоцировали в одно из худших мест на Земле. Это произошло примерно в 2003 году. У нас была заброска туда на ёбких гидроциклах. Ни на кораблях, ни на лодках. Я ещё тогда говорю, что в это, блядь, никто не поверит. Никто не верит.